МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города и региона в ближайшие 20 минут в нашем выпуске. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Анна Слайковская. И вот о чем расскажем сегодня. Лучшие военные музыкальные коллективы воинских частей страны выступили в Тольятти. Участников и зрителей приветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Сменить спецодежду на гоночные костюмы и сесть за руль спортивного автомобиля. 20 заводчан стали участниками гонки на Кубок президента в Сосновке. Расскажем, как это было. 30 залпов и 350 фейерверков украсят вечернее небо Самары 23 февраля. Артиллеристы Центрального военного округа провели репетицию салюта. Печки-буржуйки, маскировочные сети, теплые вещи, медикаменты, продукты питания и, конечно же, письма детей с теплыми словами и пожеланиями скорейшей победы. Из Тольятти отправлена гуманитарная помощь в зону проведения специальной военной операции. Ее отправки вместе с земляками принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Затем глава региона поприветствовал участников и зрителей патриотического музыкального фестиваля «Сильная Россия. Это мы». Он посвящен предстоящему Дню Защитника Отечества и проводится по инициативе правительства Самарской области и Министерства обороны Российской Федерации. Обо всем по порядку в материале Натальи Лопатиной. Продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, печи для обогрева, изготовленные студентами Тольяттинских колледжей и, конечно же, письма школьников. Все это было собрано неравнодушными жителями региона, ветеранами боевых действий, представителями общественных организаций и молодежных объединений. Для наших солдат к предстоящему празднику. Для бойца мы с Ломой подготовили буржуйки, так называемые печки, чтобы согреть их своей теплотой и душой. Ну давайте, начнем грузить. Пойдемте. Там есть кому принять? Да, да, да. Губернатор поблагодарил школьников и студентов колледжа, а также всех неравнодушных жителей Тольятти и области за активное участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов. Спасибо всем, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи. Тысячи тонн грузов уже мы отправили в зону ИСВО, и Тольятти, конечно, активно очень помогают, все жители включились в эту работу, в эту помощь. Понятно, что это долг святой каждого из нас. Все вроде бы есть там для выполнения боевых задач, но лишнего не бывает. И, конечно, и печки пригодятся, и одежда дополнительная, модирование, ну и все, что нужно в быту. Поэтому всем огромная благодарность. Очень важно, что мы формируем запрос самих военнослужащих, наших героев, защитников, и отправляем именно то, что им надо. А письма детей, конечно, силы добавляют и храбрости нашим бойцам. С другой стороны, знаете, они как защиту дополнительную дают, потому что, бывало там не раз, парни носят их, мужчины, защитники, у сердца эти письма. И, конечно, они сами по себе являются такими оберегами для наших героев, защитников Отечества. Всем спасибо большое за эту помощь, которую вы оказываете нашим военнослужащим. Она бесценна. Спасибо. В фуру загружены сотни коробок, общим весом более 20 тонн. В этот раз много личных посылок от детей, жен, матерей и родственников, тех, кто сегодня стоит на защите Родины. Письма едут отдельно, чтобы здесь не перепутали. Там ребятам мы отдельно будем вручать. Соберем мы всех вместе, потому что здесь со всей области от детей. И конкретно даже организованы посылки тем бойцам, которые на сегодняшний день выполняют боевую задачу. Поэтому там будет отдельное мероприятие, связанное с тем, что от детей будем передавать личное в руки отцам, мужьям, кто находится сейчас в зоне специальной операции. Там все, что можно. Печки, дроны, продукты. Что туда нужно нашим солдатам? Все нужно. Одежда, питание. Вот этот груз, чтобы порадовать их на 23 февраля. После отправки груза глава региона поприветствовал участников и зрителей патриотического фестиваля «Сильная Россия. Это мы». В зале Ледового дворца «Лада-Арена» собрались военнослужащие, ветераны СВО, члены их семей, волонтеры, учащиеся образовательных учреждений. Товарищи офицеры и солдаты, дорогие земляки, примите искреннее поздравление с приближающимся праздником, Днём Защитника Отечества. В этот день мы в первую очередь благодарим и поздравляем наших героев, которые с оружием в руках защищают мирное небо над нашей Родиной, над нашей великой и прекрасной Россией, над нашей любимой Самарской областью. С предстоящим праздником собравшихся поздравил и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. «Добрый день, дорогие друзья! От имени многотысячного коллектива АвтоВАЗа искренне рад вас приветствовать в канун нашего по-настоящему всенародного праздника Дня Защитника Отечества на этом замечательном концерте». В этот же вечер на митинг-концерте глава 63-го региона наградил инициативных жителей, военнослужащих и правоохранителей, а также представителей предприятий региона. Почетные знаки Самарской области за служение людям получили замначальника пункта отбора на военную службу по контракту Алексей Шевкуненко, а также старший инструктор Рафаэль Аляудзинов и инструктор Максим Лукашевич. Решением губернатора, почетный гражданин Тольятти Николай Личенков награжден знаком за заслуги в наставничестве. Долгие годы он работал на автовазе, заведовал кафедрой машиностроения в Самарском университете, преподавал в Международном институте рынка, а сегодня находится на заслуженном отдыхе. Для него День Защитника Отечества – особенный праздник. Это праздник День Защитника Родины. Если раньше мы считали этот день Советской армии и военно-морского флота, а сегодня по традиции этот праздник перешел. Также национальный праздник для всех граждан России – это праздник Защитников Родины. Дмитрий Азаров поблагодарил творческие коллективы, которые принимают участие в фестивале и радуют своим исполнением жителей региона. Я искренне благодарю оркестры вооруженных сил, наших гостей из Луганска и Перми, которые принимают участие в этом настоящем фестивале оркестров на нашей Самарской земле. Я очень горд тем, что мы собрали выдающиеся военные коллективы здесь, для того, чтобы вместе заявить и волю, и славу вооруженных сил, продемонстрировать нашу поддержку армии. В Самарской области фестиваль стартовал накануне. Артисты, среди которых профессиональные военные и музыкальные коллективы воинских частей и подразделения Министерства обороны России, а также исполнители из других регионов страны, проехали по малым городам и добрались до Тольятти. Сильная Россия – это мы. Патриотический фестиваль, посвященный Дню Защитника Отечества, в эти дни проходит во многих городах Самарской области. И сегодня гостей встречает Тольятти. На сцене Лада-Арена выступают военные оркестры из города Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Луганской народной республики. И сейчас за моей спиной выступает военный оркестр из города Севастополь. Перед митинг-концертом во дворце спорта Лада-Арена работали тематические площадки с военно-историческими и патриотическими проектами. Участники смогли написать тематические открытки военнослужащим. Наталья Лопатина, Андрей Костомаха. Новости Тольятти. 30 залпов и 350 фейерверков украсят вечерное небо Самары в День Защитника Отечества. Артиллеристы Центрального военного округа провели репетицию салюта в преддверии 23 февраля. Тренировка прошла успешно. Все подробности у моих коллег. Это Рощинский полигон, который находится под Самарой. Накануне там прошла репетиция праздничного салюта, который прогремит в столице Самарской области в День Защитника Отечества 23 февраля. За фейерверк отвечают артиллеристы мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа. На полигоне Рощинский в данный момент проводится тренировка артиллерийской батареи, которая будет привлечена к проведению праздничного салюта, посвященного Дню Защитника Отечества. Целью тренировки является добиться слаженности действий расчетов орудий и салютных установок. Холостые залпы 122-мм гаубиц Д-30 сопровождают разрывы фейерверка. Военнослужащие выполняли залпы из 120-мм гаубиц Д-30. Артиллерийский расчет отработали сборку салютных кассет и синхронность выстрелов из пушек. Салют состоится вечером в пятницу 23 февраля в 21 час по местному времени. Световое представление пройдет на набережной реки Волги в Самаре. Залпы будут греметь в течение 20 минут. За это время будет совершено 30 залпов из гаубиц. А из салютных установок в небо будет выпущено более 350 фейерверков «Вега Пиасоль». Иван Шумилин, Новости Тольятти. Продолжаем выпуск. «АвтоВАЗ» начал выпуск опытной партии «Лада Ларгус» в Ижевске. На предприятии «Лада Ижевск», входящем в группу «АвтоВАЗ», начато производство опытной партии «Лада Ларгус». Первыми пятью автомобилями, которые планируются произвести до конца текущей недели, станут коммерческие фургоны. Напомним, что решение о переносе производства «Лада Ларгус» с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» было принято в конце лета 2023 года. Это необходимо для высвобождения мощности и для выпуска новых моделей на платформе «Лада Веста» в 2024-2026 годах. И теперь к другим темам – события, которые ждали всей семьей автозавода. На полигоне в Сосновке состоялась гонка на Кубок Президента в роли пилотов – представителей самых разных подразделений завода. Всего участие приняли 21 человек, в том числе и президент компании Максим Соколов. О том, как это было, расскажем в нашем следующем сюжете. Мы вновь здесь, на гонках в селе Сосновка, чтобы в очередной раз насладиться скоростью, драйвом и адреналином. Еще совсем недавно мы встречались на гонке чемпионов. Но сейчас повод камернее, можно сказать, и менее. Традиционный Кубок Президента Акционерного Общества – АвтоВАЗ. Дорогая команда АвтоВАЗа, пилоты, болельщики, ну и семья в широком смысле этого слова, потому что сегодня мы все пришли на этот праздник вместе с нашими семьями, нашими любимыми, детьми. И это здорово. Сегодня мы возрождаем добрую традицию, которая уже много-много лет присутствует в нашей команде, когда мы не только работаем вместе, но и отдыхаем. А отдыхаясь, соревнуемся. И, конечно же, наш спорт – это наша профессия. Это автомобили, это гонки, это автоспорт. И сегодняшнее мероприятие в Сосновке – это действительно праздник нашей души. Ежегодно Кубок Президента становится подарком для заводчан – любителей автоспорта. В этом году турнир объединил 21 участника и еще несколько десятков заряженных болельщиков, которые специально приехали в Сосновку, чтобы поддержать своих коллег. Хотя в любом спорте и заложено соперничество, и воля к победе. На ледовой трассе в большей степени доминировал дух товарищества. Такого рода мероприятие – это всегда и радость общения, и соревновательный дух, и драйв, и адреналин. Адреналина в Сосновке было хоть отбавляй. Ведь сменить рабочую одежду на гоночный костюм и сесть за руль спортивного автомобиля – это редкая возможность. Это и тренировки, и квалификации, и, конечно же, сама гонка в кругу коллег и друзей. Конечно же, гонка президента – это традиционное мероприятие, которое в первую очередь направлено на корпоративный дух, на то, чтобы еще раз проявить смелость, организационные способности показать, что не только в работе, но и в таких мероприятиях необходимо проявлять определенные мужские качества. Кубок президента объединил представителей самых разных подразделений завода. За штурвал спортивной «Ладо Веста» нового поколения сел и сам президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Динамично, динамично. Только начало. Еще вкатываемся, просыпаемся, но уже появляется спортивный азарт. Это наша жизнь, поэтому только вперед вместе. Девизом сегодняшнего мероприятия служит фраза из трех мушкетеров – один за всех и все за одного. «АвтоВАЗ» – это здоровая атмосфера в коллективе, ведь «АвтоВАЗ» – это семья. И потратить свой выходной в воскресенье – это уж точно не в тягость. А в настоящую радость. «Мы приехали, чтобы угостить тольятинцев и ижевчан очень вкусными блинами, отличной ухой и самими вкусными шашлыками. Болеем мы за Александра Васильевича Богачева. Это наш генеральный директор». Многие болельщики приезжают на Кубок Президента уже не в первый раз. Для них это тоже стало некой традицией, которая объединяет самых разных людей. «Каждый год ездим, поддерживаем, участвует наш директор Сергей Владимирович Радченко. С большим удовольствием все производство здесь присутствует. Болеем за него. Компания дружная, сплоченная, и профсоюз тут, и администрация, начальники цехов, служб – все вместе, единым коллективом, болеем за нашего любимого директора». Гонка президента пролетела как одно мгновение. Это мероприятие еще больше укрепило семью «АвтоВАЗа». Кульминацией всего дня стали поединки за пьедестал. В этом году бронзовым призером соревнований стал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, который в упорной борьбе обрядил директора по дистрибуции Константина Воробьева. «Чувствую много, слышу мало, но знаю, как за меня болела вся команда. Хотя, в общем-то, это победа всей нашей семьи, всего «АвтоВАЗа», всего коллектива. Я очень благодарен за поддержку нашей работы и уверен, что на таких скоростях мы будем лететь только вперед». В финальном поединке за главный трофей сошлись два сильнейших соперника. Виталий Осмольский и вице-президент по производству Михаил Рябов. По итогам трех заездов победу одержал Виталий. Михаил Рябов – второй. «Виталий Осмольский!» «Счастье, удача, рад очень, эмоции, тем более такого соперника победить – это вдвойне эмоции. На самом деле это была фантастическая просто гонка и адреналин, я не знаю, через край. Здорово то, что из трех побед я так и украшаю любую гонку. Здорово все было, спасибо». Александр Завосто, Евгений Черемин. Новости Тольятти. Оперативный штаб региона провел антитеррористические учения, в которых были задействованы сотрудники ФСБ, МВД, включая транспортную полицию, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета и многих других. Тренировка проходила в городе Кинель Самарской области. Были отработаны алгоритмы реагирования на террористические угрозы и комплексы совместных мероприятий по поиску преступников. Все поставленные задачи были решены успешно. Участники учений показали высокий профессионализм. А теперь о погоде. Спонсор рубрики салон Штор Аллегра. Шторы Аллегра. Огромный выбор и доступные цены на шторы, карнизы, жалюзи. Весь февраль бесплатный пошив. Магазин-склад на автозаводском рынке. Въезд на территорию с улицы Воскресенской. Аллегра. Уют вашего дома. В аптеках Формленд кэшбэк до 30%. Запомните, в аптеках Формленд кэшбэк до 30%. Приходи, покупай экономь в аптеках Формленд. Телеканал «Тольятти-24». Смотрите и слушайте в нашем телеграм-канале, а также во всех популярных соцсетях. Новости, прямые трансляции, интервью, фильмы, сериалы. Телеканал «Тольятти-24». Всегда самое важное и интересное. Это телевидение родного города. В студии работала Анна Слайковская. До встречи в эфире. Анна Слайковская.